Илья Добратвор, главный редактор издания «Белорусская правда» присоединяется к нашему эфиру. Илья Радович, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, ну а как вы смотрите вот на эту дату и, как мы понимаем, определенную спешку? Действительно Лукашенко пытается как-то подверстать эту всю историю под результаты выборов в Соединенных Штатах Америки? Ну есть такое мнение, да? Или есть какие-то еще другие причины, которые гонят белорусского диктатора вперед в этой истории под названием так называемые выборы? Ну, безусловно, он хочет как можно быстрее их провести. Безусловно, зима тут является фактором, который всегда являлся решающим для белорусских властей, потому что, как мы видели в 2020 году, протесты лучше проходят летом, чем зимой. И во всех смыслах власти пытаются заморозить эти выборы, сделать их максимально нейтральными. Я думаю, что они и будут такими. Я думаю, что никаких сюрпризов нам ждать не придется, если мы помним цикличность белорусских выборов. Каждый раз просто массовых протестов. Следующие выборы, они очень-очень тихие. И тут не важно масштабы репрессий. Я думаю, что в списках Александра Лукашенко будет не один. Мы видим, что там так называемый системный оппозиционер Олег Гайдюкевич уже заявил о том, что он будет поддерживать своим участием кандидатуру Александра Лукашенко. Ганна Конопадская идет, как минимум мы видим уже тройку. И я думаю, еще будет кто-то пробовать из провластных. То есть тут можно говорить о каком-нибудь Белорусской Союз женщин, Красный Крест какой-нибудь. Либо три партии, которые белорусские власти оставили. Ну вот такие варианты. Я думаю, что 4-5 человек – это окончательный список кандидатов. В котором, безусловно, Александр Лукашенко будет фаворитом. В том числе окружение, я думаю, еще беспокоится о здоровье. Они пытаются провести максимально рано. Мы знаем, что Лукашенко обычно в марте где-то пропадает, около месяца выпадает из повестки. Поэтому, безусловно, они бы хотели, может быть, и 23 февраля, как планировали. Но так как оппозиция Байсоу тот же заявил об этом, об этой дате, то есть они, безусловно, на эту дату уже назначать не будут, потому что как бы ее слили. Ну, это максимально ранняя дата. Ну, для меня лично, я считаю, что это их выборы, пусть проводят, как хотят и когда хотят, и в каком виде, в котором хотят. Белорусы, которые уехали, не имеют влияния. Что касается Светланы Тихановской, то тут я бы не стал акцентировать, что Лукашенко вдруг, как он когда-то говорил, возглавит оппозицию. И как-то это повлияет на статус Светланы Тихановской. Ее статус зависит от признания, в первую очередь, для Белоруссии иностранных государств. Если ЕС Америка признает Тихановскую демократическим лидером, то Лукашенко тут ничего не сделает. То же самое, как Тихановская и оппозиция ничего не может сделать тем, что де-факто Лукашенко руководит страной. Я думаю, что фактор переговоров, о котором заявлял Александр Григорьевич, то есть он сохраняется. И вот Украина тоже тут выступает одним из факторов. Он хочет как-то поучаствовать в статусе переизбранного президента еще раз как бы в каком-то знаковом событии, в мировом знаковом событии, как там мирные переговоры или что-то типа такого. Да, очень много действительно здесь можно рассматривать и связи, да, почему все-таки 25 января, потому что все-таки же была, да, возможная последняя дата, я нашим зрителям напомню, 20 июля 2025 года. То есть это следующее лето, а все-таки здесь дата звучит и январская уже следующего года. Мы посмотрим, как будут развиваться в ближайшие месяцы события, потому что это тоже очень важно в самой Беларуси. Вы сейчас уже назвали, да, ну, те, кто потенциально может претендовать на должность как раз президента Беларуси, так сказать, Российской Федерации, видите, ну, очень часто так бывает в Беларуси. Но то, что будет участвовать Лукашенко, это понятное дело, это было все равно понятно. Есть еще все-таки, не то чтобы конспирологическое, но есть еще одна версия, о которой я хочу вас спросить, насколько здесь вы рассматриваете. Директора Центра новых идей, политолог Леся Рудник, мы ее уже вспоминали, она говорит, что не стоит рационализировать то, что происходит в Беларуси, решения какие-то внутри политического режима могут приниматься достаточно хаотично. Она также не исключает, что выборы могли быть назначены как раз из-за утечки информации, дату пришлось изменить. А дата первоначально все-таки была 23 февраля 2025 года. Не хотелось подтверждать, что режим действительно так уязвим, что есть люди, которые выносят информацию либо в медиа, либо в Белль-Поль. Поскольку, по словам Рудник, это важно, поскольку далеко не все внутри системы уверены, что у него такие же позиции, как и были раньше. Я хочу вас спросить. Я так понимаю, что это все-таки комплексные какие-то были факторы, которые повлияли на то, что назначена ныне дата. Но, по вашему мнению, Илья, еще могут быть все-таки сдвиги этой даты? Либо же уже на сегодняшний день все, в Беларуси начнут готовиться к этому электоральному процессу, который будет в ближайшие несколько месяцев? Ну, давайте ответим на вопрос, а зачем эта власть? Я бы не говорил о хаотичности. Там достаточно все системно происходит. Просто белорусская власть достаточно долго готовится, согласовывает. Поэтому новая дата не сможет быть согласована настолько быстро. То есть, новая дата и режим Александр Лукашенко никогда так не сделал. У вас оговорка произошла очень правильная, потому что Александр Григорьевич бы с удовольствием стал бы президентом Российской Федерации, но не судьба, не получилось у него. И навряд ли получится. Я бы не ожидал сюрпризов на этих выборах просто потому, что белорусские власти очень не любят сюрпризов. И 2020 год, скорее, был, можно охарактеризовать такой хаотичностью действий. Но, к сожалению, хаотичность действий была не только, как бы характеризует белорусские власти, но и также оппозицию. То есть, плана не было ни у кого, ни у оппозиции, ни у власти. И поэтому получилось что-то вот такое, что получилось. Единственное, что ожидаем, как бы мы, кто уехали, мы ожидаем либерализации какой-то после выборов. И вот лично для меня, чем быстрее выборы они свои проведут, чем быстрее успокоиться, тем для нас, как бы, лучше. Также я ожидаю какие-то нормализации отношений с Украиной, с Европейским Союзом. Я думаю, Лукашенко, как бы, начнет какие-то подвижки в эту сторону. Второе, как бы, этот способ использовала оппозиция много-много лет. Если ты хочешь власти убрать какую-то дату, заяви о ней. То есть, 23 февраля, это была такая дата, не особо удобная для власти, но не особо удобная для оппозиции. Поэтому я не исключаю, что Байпол просто заявил об этой дате, чтобы исключить ее просто-напросто. Но когда Лукашенко проводит эти выборы? Ну, не 8 марта, очевидно. — Илья, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько тот результат, который, скорее всего, мы так предполагаем, получит Лукашенко, зависит от поддержки Путина и в целом Кремля? Да, вот как вам видится подобное? Мне сложно это задать даже результатами, поскольку мне кажется, что в этот раз Лукашенко попытается нарисовать себе даже больше, чем было в 2020 году. И, наверное, больше, чем у Путина. Если бы у Лукашенко была возможность поставить 150%, да, как там в Чечне, когда считали, там, 101%, если приплюсовать все данные голосования, там, получается, 101% как раз отличненько ложится и в историю под названием «Единая Россия» и тот же Путин. А вот с Лукашенко как вы считаете? — Ну, пока еще ему не пришла в голову идея отменить закон о математике, как бы очень бы хотелось бы. — А хотелось бы, да. — Плюс конкурентам надо какую-то тоже косточку дать. Ну, как бы нельзя нарисовать Олегу Гайдюкевичу, системному позиционеру, который тебя постоянно хвалит, ну, меньше, чем там 3-5%. Плюс там Ганни Конопадская отдадут ее 1,5-2%. То есть так или иначе надо конкурентам, не конкурентам, спойлерам, что-то дать. И как бы нельзя, наверное, ну, не, можно, конечно, объявить о том, что на выборах 100% проголосовали все за Александра Григорьевича, и даже те, кто участвовал в выборах, проголосовали за него. Безусловно, нет, математика их останавливает. Вот, и все-таки результат этот не особо влияет. Это как бы такие, слушай, можно запустить генератор случайных цифр, и он даст какую-то цифру и ее объявит. То есть ничего это не поменяет, по большому счету. И да, в Беларуси все знают практически, что выборы фальсифицируются. Власти об этом говорят сами, что да, мы там где-то приписываем что-то. Вот недавно даже сам Лукашенко говорил о том, что там в районе 5% ему приписали. Но как бы говорит, что белорусы в это верят. Ну, пропаганде, это не важно, сколько он там себя напишет. И потом, на самом деле, эти выборы, вот с теми кандидатами, про которых я говорил, можно проводить чисто, открыто, демократично. И там Александр Лукашенко с этими спойлерами, безусловно, победит. То есть я не вижу тут проблемы с наблюдателями. Проблема с наблюдателями будет в Явке. Из года в год, вот исключением стало скорее 20-й год, из года в год Явка падает, падает и падает. Интерес к выборам очень-очень низкий. И поэтому, как бы, единственное, в чем проблема, я вижу техническая, почему надо не пускать наблюдателей, это именно, чтобы они не смогли зафиксировать явку. То есть у нас остается по законодательству 50%. То есть, соответственно, если не будет 50% избирателей, если мы учтем, что практически от полумиллиона до миллиона избирателей выехали из страны и не находятся в стране, то, в принципе, это около 25%. 25% избирателей не будут участвовать уже априори в этих выборах. То есть у них остается, если загнать всех 100%, 75%. Ну, 100% все равно не получится. Илья, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Но будем смотреть и следить за развитием ситуации. А благодарим вас, Илья Добротвор, главный редактор издания «Белорусская правда», был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова